Слава Украине, привет всем от Полонского. Я редко, знаете, останавливаюсь на каких-то судебных российских делах и каких-то их внутренних, сугубо внутренних моментах, которые нас вроде бы вообще не касаются, но вот этот момент, о котором я сейчас хочу рассказать, я хочу на нем все-таки остановиться, и он показывает, что люди там еще остались, и это касается не только людей, которые... Люди, я еще с большой раз буквы говорю, которые воюют сейчас за Украину, это имеется в виду Сибирский батальон, РДК, Легион, там Свободная Ингре и так далее, поменьше подразделения тоже там люди. Но люди остались и за поребриком тоже, как оказалось. Есть некий Александр Скобов, это уникальный случай, конечно, диссидент, который сидел еще в Советском Союзе. Это вообще уникально, да? Чувак сидел несколько раз в СССР за свою диссидентскую деятельность. Это был последний осужденный по политической статье в СССР в 1988 году, чтобы себе представляли, да? За три года до кончины Совка он умудрился тогда сесть. Этот человек, у которого в 1976 году проводил обыск лейтенант КГБ Владимир Путин. Да, представьте себе, какие переплетения случаются иногда. Этот человек, против которого применялась советская карательная психиатрия, который при этом был не сломлен, и который вот вчера, по-моему, его в очередной раз засудили. Пока что судили, вот скажем так, на короткое пребывание под стражей до, так сказать, суда. Но, знаете, это Александр Скобов, да, прежде всего, кому интересно, можете посмотреть в интернете, очень интересная биография у человека. И что интересно по суду? Вот я смотрел, как он себя ведет в суде, это просто замечательно. Он размазал этих так называемых российских судей, как, знаете, как жаб, как жаб просто, как каких-то вообще как несуществующих, да? Он сказал, что я не буду вставать в вашем суде, потому что я его тотально не уважаю. Вы не представляете закон, вы представляете нацистский режим Путина. Это вот так в суде высказался, представляете, какая красота, какой силы духа человек. Когда его осудили на вот это, взяли его там на время следствия под стражу, на время, так сказать, следствия под стражу, он, выходя из, так сказать, зала судебных заседаний, всю глотку, что называется, крикнул, слава Украине, смерть российским оккупантам. Ну, короче, он там натворил фурора в суде в полнейшем, понимаете? То есть он просто показал в суде, будучи, скажем так, в невыгодной, пусть заключенный или же тот человек обвиняемый, да, он всегда в невыгодной позиции, в слабой. Понятно, что с ним вот такие вот фашисты, как Путин, могут сделать все, что угодно. Типа, что это не первый раз, когда он уже с Путиным, так сказать, сталкивается. И даже будучи в такой заранее проигрышной позиции, он не стал, как вот некий Насиров, помните, да, падать под одеяло, выпадать в осадок, уходить в Нирвану, показывать, какой он сильно больной. Ну, за одеяло Насирова, думаю, ничего не нужно напоминать. Все помнят это дело, вот, и оно продолжается по сей день. А этот человек встал и вывалил правду матку, тупо рубанул судям, все, что он о них думает. А потом, выйдя уже, когда его выводили из зала заседаний в коридор, где стояли все журналисты, он второй раз правду матку прогнал там. Кому интересно, как это все выглядело, два видео у нас сейчас по ссылочке, вот в описании к данному ролику можете посмотреть. Он из Санкт-Петербурга, из города, который, ну, я не скажу там, что мне там как-то близок и так далее, я там все-таки служил в армии, поэтому мне знаком, скажем так, да, мне знаком, я в армии там два года пробыл, ну, не плюс-минус там где-то так, вот так вот, да, учения были, то есть не все время в Санкт-Петербурге, но тем не менее, тогда он Ленинградом был. Вот, и это именно, знаете, представитель той ленинградской старой или Санкт-Петербургской старой еще интеллигенции. Вот знаете, почему совки сделали голод во время войны, не немцы сделали голод в Петербурге, ну, тогда в Ленинграде, а именно совки, вот чтобы таких, как Скобов, просто извести под ноль. То есть тех, кто не был быдлом, тех, кто помнит, да, при царе тоже было полное там войну, да, но, по крайней мере, какая-то могла быть интеллигенция, какие-то могли быть мнения, какой-то могла быть жизнь, да, потом с приходом вот этого мрака, красно-коричневого коммунистического, это все затихло, интеллигенция исчезла, испарилась сама собой, осталось быдло. И вот тогда коммунистическое быдло уничтожало последних интеллигентов, ну, а вместе с ними все остальное население Санкт-Петербурга. Вот они уничтожали таких, как Александр Скобов. Ну, конечно, человек редкой силы духа, и единственное, что я могу сказать, это снимаю шляпу.